Давай я включил запись, чтобы я потом этот домик мог показать в качестве примера. Расскажи, как давно ты его нашел? Он симпатично выглядит, он как новенький. Нашел я его ровно месяц назад на МЛС. Я всем звонил на МЛС и искал те дома, на которых Mortage маленький и рент высокий. Если заходить на Privy, веб-сайт или PopStream, там видишь Loan Balance и по калькулятору можно посчитать, сколько он платит в месяц. Ну, примерно эстимент получить, да? И ты считал цифру, где маржа прибыли, в случае, если это недвижимость идет в рент, наилучшая после оплаты Mortgage Payment, правильно? Да, да. Что вот, допустим, я проверяю рентом, допустим, 2000 с чем-то, а его проценты, сколько он платит в месяц, там, тысяча где-то, тысяча сто, тысяча двести, как бы, ну, ты уже видишь окно, что есть кашлоу там. Окей, и там кашлоу получился сколько? 700, 700 баксов. Окей, есть. Хороший кашлоу. Скажи, пожалуйста, что это, ну, после того, как ты увидел, что там есть хороший кашлоу потенциальный, ты увидел, что дома этот лист от ФСЛ? Да, я его дошел на МЛС, то есть я занимаюсь только на МЛС, как бы, всеми домами, и я просто увидел его, проходил мимо всех листников, и сделал подсчеты, ну, и посмотрел, вообще, за сколько нужно предлагать, ну, как бы, предложил свой лор. Окей, за сколько у него, сколько там Asking Price был, когда ты его увидел? 270, 279, 279. Окей, 279, и ты предложил какой? Сначала я предложил 245, да. 245, то есть, грубо говоря, на сколько, 30, 30 с чем-то тысяч дешевле, да? И что тебе он ответил? Я через агента это делал, агент сказал, что он отказывается. Отказывается? От такого офера. Да, да. Окей, то как ты потом с ним дальше был? Вот, потом после этого, как бы, я, я вообще загнул, от этой сделки отошел, потому что мне сказали, ты ее не сможешь перепродать никому. Вот, и потом я встретился, я встретился с агентом местом, в котором, ну, мой друг здесь, и я ему показал, просто, ну, вообще, вот есть такой дом, как бы, вот здесь, как бы, вот такие цифры, как бы, вообще, ну, ретон большой, как бы, ну, я просто не знаю, кто, у кого есть такой большой доунпеймент, дать на дом, ну, чтобы только что было. Он сказал, он посмотрит, как бы, и говорит, как бы, у меня есть покупатель, вот, он готов 65 дать в тысячу даун, вот, а я им предлагал до этого только 30 даун, то есть после этого я еще раз, еще раз ей позвонил и сказал, что я готов, готов у вас купить дом, но мне придется вашу, твою комиссию срезать, как бы, и просто тебе дать флаг, там, 3000 баксов, и, ну, и владельцу дать сколько. 40 тысяч, как бы, вот, и тебе 3000, и заплатить за клоудинги. Окей, то какой получился общая сумма оффера? Да, общая сумма оффера получилась 261 на 1500. 261, да? Да, да. Окей. Да. Ну, не выглядит, как что-то такое фантастически прибыльное, да? А что было дальше? Да, вот, я ее засунул под контракт в 211 500, и потом я сделал GV Агрименс вот с моим другом агентом. И мы ее перепродали, получается, 12 тысяч, и 6 каждому из этого получилось. То есть вот 261 плюс 12 получилось. Окей, то есть, еще раз, ты, чтобы взять под контракт, какой ты поставил Ernest Money Deposit? То есть, я так сделал, что я депозит вообще не кидал. Я ее подцепил за 261, и у меня было два дня, чтобы засунуть депозит, и мы сделали уже весь пейперворк с моим агентом GV Агрименс, и он сделал, что он приносит с покупателем, и уже покупатель внес несколько депозитов. То есть, мне даже не приходилось на сеть ничего. То есть, ты буквально за 48 часов перепродал холлсейл-сделку? Да. И расшарил с агентом, который привел файнал-байера, расшарил с ним 12 тысяч пополам? Да. Отлично. Ну, на фоне того, что даунпеймент равен нулю, Ernest Money Deposit равен нулю, и, по-моему, расходы твои на маркетингах тоже тут равны нулю, то это хорошая сделка. Да, да. Вот поэтому мне как раз нравится на маркете работать, потому что там уже за тебя сделали маркетинг агенты. Угу. И ты мне написал, что твой темп – это одна сделка в неделю, или что-то около того, да? Да, да. Вот сейчас я все вот подмел, как бы все, что вот было под эту стратегию. Сейчас вот именно этим и занимаюсь как раз. Всем отсылаю ФРА. И вот сейчас как мы у нас подходим к тому, что у нас одна сделка в неделю такая вот кошловная. Нормально. Если это всего лишь там 6 тысяч в неделю, то это хороший бизнес. Да. Потому что обычно сделка, в которой ты полностью становишься оунером, только клоузин занимает месяц. Потом сделаешь с ней что-то, что-то, какие-то действия, пусть еще месяц, и продажи ее – это еще месяц. И получается, что три месяца, ну, типичный такой флиппер, да, который сразу продает дом, три месяца тратит на цикл. И три месяца – это 4 на 3 – 12 недель. И получается, что если ты будешь зарабатывать 72 тысячи за 12 недель, то ты, может быть, даже лучше деньги делаешь, чем тот человек, который вкладывает капитал и делает за 90 дней или 3 месяца одну сделку. Это самое классное, что не вкладываешь ничего и сразу находишь покупателя. Я также вот кэшевую сделку, которую я нашел, я тоже ничего не вкладывал. То есть я депозит вообще не клал, который я кэшу. Я просто проснулся вот в 7 утра, ну, это была вот очень классная сделка, вот она сейчас вот в пятницу закрывается. Просто проснулся в 7 утра, бегал. Поделишься, я хочу картинку дома найти, вот этой сделки, которую ты сейчас продаешь. Дом с камнем, выложим фасадом, да? Да, да, Корнерлот еще. Коттонлуд стрит, Остин, Тексас, 78-744. Расскажи за нее, как ты ее нашел? Да, вот рассказывай. Я вот бегал утром, просто бегал. И вот знаете, уведомление, когда вот на своем аккаунте стоит, как бы, или там на зип-код, ну, тебе приходят смс-ки Зила, что new listing, new listing. А, ты имеешь в виду, что Зила тебе прислал уведомление, что этот дом только что поставили на листинг, да? Да, да. Я как, ну, смотрю, как бы всегда утром, как бы, каждое утро я просыпаюсь, смотрю, смотрю, вот смотрю на этот, как бы, и думаю, что-то не то, что-то с ценой, как бы, ну, начинаю просто все проверять, быстро смотрю, смотрю. Ну, он просто требует ремонта, тут понятно, что цена дисконтирована. Я быстро стал смотреть компы, у меня флип вот тоже в этом зип-коде мой. Как бы я сразу понял, что что-то, ну, они очень хорошо его выложили. И потом я смотрю, вот, ту-стори дом инвесторы купили тоже за 286 тысяч, а его они выставили за 225 на Зила. То есть ты сообразил, что есть между 280 компом и между 225 вот этот фиксераппер, существенный потенциальный профит, да? Да, да. То есть я быстро словил, ну, момент, как бы, сразу позвонил ему по телефону и говорю, как бы, ну, я просто сказал, что я, как бы, в этом зип-коде покупаю, вот мой флип, ну, скинул, что вообще по делам, как бы, что есть. Подожди, а когда ты позвонил, трубку взял в агент или владелец? Агент, агент. Агент, окей. Да, то есть я вот позвонил сразу агенту, вот, буквально через три минуты, как они это на Зила выставили, и, ну, спросил вопрос, вообще, что там по состоянию, все как такое, быстро с ним, прошел по всему, ну, и сразу ему говорю, как бы, я хочу, ну, вы делаете шоп-ароунд, как бы, или вы готовы, как бы, заказ быстро продать? Смотри, если ты, то ты делаешь шоп-ароунд, а если селлер, то селлер делает фишин. То есть фишин – это попытка нащупать, ну, как бы, покупателя. Ну, окей, давай дальше. Да, ну, просто вот агенты, они любят, там, ну, долго постоять на маркете, ну, и понятно, что кто-то... Да, потом дропнуть цену, да, это их приемчики все это. Да, и я сразу им говорю, как бы, ну, мне вообще все подходит, я готов сейчас, ну, дать депозит в эскоро-компанию 5% и полностью за кэш внести, ну, полностью... Вот за сколько вы выставили, я готов купить, вот за сколько вы сейчас выставили, если вы мне скинете сейчас контракт на подписку. Окей, за 225, да? Да, вот за сколько они выставили, за сколько вот и взял этот контракт. Так, и что дальше было? Дальше они мне скинули контракт и я его подписал. Потом у меня уже был, у меня уже был флиппер, который у меня просил на одном метапе, как бы, мне нужен флипп 8, найди мне, пожалуйста. Вот. Я ему сразу скидываю этот адрес, говорю, вот я зашел под контракт эту сделку, вот, нужно столько внести до такого-то времени, в такую компанию, и вот вообще, ну, IRV, вообще, вот сколько все это стоит. Вот, я ему всю информацию, короче, грубо говоря, скинул. Он прошелся, ну, мне говорит, типа, да, за сколько ты, типа, хочешь мне ее продать. Я говорю, я за 230, за 233, и вот, да, подписал. 8 тысяч сверху, да? Да, 8 тысяч сверху, да. И флиппера решил забирать, да? Да, флиппер решил забирать, он сам внес уже, ну, на следующий день он внес уже эскридепозит, вот этот вот 11 тысяч, который был и 5 процентов как раз. То есть я опять же не вносил. Скажи, пожалуйста, ты после того, как ты договорился с кэшбайером, с флиппером, ты позвонил агенту для того, чтобы апдейтнуть название байер, ну, компании, в строчке байер, да, в контракте? Нет, то есть, в контракте там есть entity, то есть нужно клик делать. То есть я никогда в жизни не говорю агентам, что я делаю wholesale. Ну, конечно, конечно. Да. Я просто говорю, что нажмите на entity, потому что, как бы, ну, я вам скинул оффер со своей LLC, а я потом, когда, ну, я буду просто ее переоформлять на, каждый дом я на отдельный LLC, чтобы вы кликнули, ну, в контракте на entity, чтобы я мог ее переоформить на свою LLC под этот дом. Вот. И все, как бы. Ну, все понимают, как бы они не против. Ну. И после этого уже с ними контракт делаю и в title компании отправляю. Окей. Так получается, что ты контракт меняешь и апдейтешь и цену тоже? Или нет? Потому что контракт, который ты с селлера с агентом подписываешь, он не есть assignable. да, 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 он не assignable, если там, там есть в техасском контракте entity, можно нажать, что он assignable, либо нет. Так. Ну, вот. И я просто их всегда прошу, что, как бы, ну, я не делаю assign, я просто его переоформляю на свой LLC, поэтому, ну, просто нажмите его на entity, там есть 200 рублей. А, я понял. То есть ты сначала на свое имя взял, а потом говоришь, не, я передумал, я хочу на свой бизнес-нэйм перекинуть, да? Да, да. Все, понятно. Ну, нажмите там на контракте, просто поменяйте стрелку на эту, допустим, я переведу ее сейчас в этой компании, скину информацию на какой LLC. И все, у них вообще никаких вопросов нету. Ну, окей. Скажи, пожалуйста, а с своим final buyer, каким образом ты секьюритизируешь, чтобы он не потерялся, да, чтобы он не передумал на следующий день? Вот у нас есть Gator Lending, как бы, ну, это вот то, что я еще делаю, там, знакомые, то есть они, ну, кредитку, как бы, используют, и если buyer слетает, как бы, то мы просто делаем депозит сами, тогда и уже ищем, так как, ну, на кредитную карточку можно уходить в минус, там, на месяц по 0%, понимаете, как бы, я просто тогда кидаю, ну, со своей кредитной карточки сам деньги на escrow, то есть через свой банк и еще другого buyer, например, выбираем. Окей. То есть ты подстраховываешься своей обычной кредитной карточкой? Да, да, ну, просто вот я вам говорю, как бы, вот, у меня два дня, чтобы засунуть деньги. Если вы за 24 часами засовываете деньги, я буду засовывать сам свои деньги и потом, как бы, ну, у меня будет время, как бы, ну, искать другого покупателя. Да, у тебя будет еще 25-27 дней, как минимум. Да, да, и они refundable, то есть, ну, поэтому, как бы, им выгоднее быстрее засунуть, чтобы они тоже не потеряли хорошую сделку. Конечно. Конечно. Нет. Окей, то есть ты практикуешься сейчас просто в сделках, где на МЛС можно найти что-то, что будет подходить к какому-то флипперу или инвестору, который готов это ремонтировать? Да, то есть я вот, ну, вообще я фокусируюсь, как бы, больше всего на Owner Financing, ну, софту и Owner Financing, как бы, там, где Zero Equity на маркет сделки. Вот я вот на это фокусируюсь. Ну, просто иногда такое бывает, вот пролеты, что бываешь в сделке. Окей. Это тоже класс. Хорошо. Были у тебя уже при форкложной сделке или нет? Да, именно форкложник, который вот 7.11, который мы вот сейчас припродаем из списка. Это вот именно форкложник. Окей. Ну, через 5 дней закрываемся. Замечательно. Хорошо. Расскажи теперь, чем я могу помочь. Помочь? Не знаю, вот как, если честно, вот просто я свою ошибку вот все долго искал, в чем у меня проблема была. Это то, что, ну, вот я очень быстро все как бы делал и... да, ты точно быстро делал. Да, и вот это была моя большая ошибка, что, ну, я раньше ерунду отправлял, как бы, знаете, когда одно дело ты с селлером работаешь, там как бы можно одну ошибку сделать, потому что он не поймет. Вот, когда с агентами работаешь, там нужно быть все идеальное. Вот, я как бы все хотел всех это спросить, но вот потом я все это понял, почему, как бы у меня мало сделок, это просто я отправляю, ну, чепуху. Не проблема. Главное, что ты разобрался. Смотри, real estate агенты, ну, так как они каждый день и постоянно в этом бизнесе, они с буквально одной неправильно сказанной фразой могут легко понять, что ты абсолютно не юби. Ну, ты уже не нюби, ты уже окей. Но, если человек, типа, первую свою сделку ищет, он очень легко может, там, ляпнуть одну фразу и он сразу все понимает. Это какой-то, ну, новичок, который, ну, щупает, есть ли тут какой-то, хоть какой-то человек потенциальный, там, хоть каких-то несколько тысяч сделать. Да, ну, просто после, я вот так понял, вот, у меня была проблема, ну, найти первую сделку. После того, как это вот проходишь, уже более все понятно, ну, и легче общаться с людьми, потому что, как бы, уверенности больше. Да, это очень интересный, момент, когда ты получил первый чек, уже никто тебя не может переубедить, что ты в каком-то воображаемом, типа, фан-бизнесе, который ты сам себе придумал, и он никакой перспективы не имеет. когда ты уже второй чек получаешь, ты уже начинаешь улыбаться, как на этой фотке, на которой ты с сестрой. Да, точно. Да, вот у меня еще такой вопрос, как вы делаете вот форк ложников на маркете? Вот у меня... Ты имеешь в виду, как находить их? Нет, не как находить, я просто не понимаю, вот, ну, как бы, разницу, вот, между обычными форк ложниками, которые, ну, не на маркете, и которые на маркете, то есть, как агент их себе попадает. Как они к агенту попадают? Да, да, потому что, ну, я много раз попадался на форк ложниках, и они говорили, что мы не делали листинг на МЛС, хотя дом стоит на МЛС. Хороший вопрос. Смотри, когда хоум-оунер звонит реал-стейт-агенту, говорит, я хочу продать дом, то хоум-оунер должен, ну, хотя бы, ну, упомянуть, что дом находится в префрокожей ситуации, и так как в Техасе это довольно короткий фрокожный таймлайн, то это не честно сказать, что я продаю дом, хотя на самом деле ты знаешь, что через месяц дом идет на аукцион, потому что реал-стейт-агент будет тратить свое время, понимаешь? Другие агенты будут приводить, ну, байер-зайдженты, клиентов, да, показывать дом и дом и ушел на аукцион, все, и ты больше не владелец. И получается, что и листинг-агент заряд с тобой время тратил, и байер-зайдженты тоже, ну, как бы, введены в заблуждение. Поэтому хоум-оунер, он как бы должен это сообщить, особенно в Техасе. Во Флориде могут тоже поставить дом на листинг, хотя дом идет, ну, допустим, 30 дней лейт, там, 60 дней лейт, еще есть несколько месяцев как минимум. Но в других штатах, где фрокожный таймлайн быстрый, там нужно, как бы, сообщить это агенту, что так и так мой дом как бы идет на фрокожи, я не собираюсь его спасать. И тогда, понимаешь, у реал-эстет-агента у него нету способа помочь в этой ситуации. Он не может взять и какому-то специальному списку инвесторов сообщить, эй, ребята, тут есть у меня клиент, который, типа, не имеет времени ждать, пока конвеншнл-клозинг произойдет, пожалуйста, не могли бы вы у него купить дом за 3 дня? Вот, у реал-эстет-агента, к сожалению, нету этого, ну, байерс, листа байеров, да, с кэшем. Но, очень хорошо, если у него есть знакомый, типа, тебя, и реал-эстет-агент говорит хомоунеру, Джон, ваш единственный шанс продать дом за 3 дня, или там, за неделю, это кэш-байер-инвестор, который умеет делать клозинги быстро. Который не будет тянуть с инспекцией, с title search'ем, со всем остальным, который может буквально там меньше, чем за неделю клознуть с вами дом. Это ваш единственный шанс, Джон. Но, вы, в свою очередь, должны тоже сделать шаг навстречу ему, вы должны дисконтировать сделку. Потом, реал-эстет-агент, сэлэр-эстет-агент, звонит тебе и говорит, смотри, я тебе дам классный дил с хорошими цифрами, но ты мне должен заплатить там пару процентов. Ты говоришь, конечно, заплачу, давай сделку. И вот это самый лучший лид, потому что тут ты и реал-эстет-агент вдвоем, вы как бы очень убедительно звучите для хоум-оунера Джона, который там ничего не знает, во всем сомневается, понимаешь? Агент говорит, вот, пожалуйста, это Майк, он инвестор, он уже купил там много домов, поговорите с ним, потому что он ваш единственный шанс. И вот тут ты хоум-оунеру говоришь, говоришь, we're gonna buy your house, we take our payments, we're gonna fix it, we're gonna sell it, and after one-two years we're gonna pay off the loan. Or we're gonna pay the pay off the loan when we're gonna be selling to the final buyer. Are you okay with that? И Джон скажет, ну, конечно, я okay with that, потому что у меня нет выбора. И ты достаешь наш пакет бумаг, достаешь deed, все необходимое, проще с контракт можешь сразу подписать и берешь его за руку и сразу едешь к нотариусу. И уже потом ты делаешь инспекшн, и потом ты делаешь title search, если там второй лон найдется, снова вернешься к нему, перенегаше это, эти сделки, ну, по новой, с другими цифрами. Ничего страшного. И главное, что у тебя deed подписан. И смотри, если ты умудряешься обычный проще с контракт продать и получить там 6 или 8 тысяч прибыли, то продать deed можно получить 80 тысяч прибыли, понимаешь? Да. Потому что желающих заплатить за готовый подписанный deed гораздо больше, чем просто за прочий с контракт. Тем более, что твой deed есть subject to, то есть там какой-то внутривон, который уже, так сказать, согласован. А как deed можно продать? То есть, ну, double close вы имеете в виду делать? Или что вы имеете в виду? Нет, ты делаешь полноценный closing, когда ты подписываешь deed, ты, по сути, делаешь самовольный closing, да, самодельный. Это первый шаг. И ты, допустим, дом имеешь, его market value 300, ты его взял, там, пусть будет за 250. Окей. И эти 250, это сумма mortgage. И ты видишь, там, дому нужен ремонт, короче, ты не хочешь с ним возиться. Ты разворачиваешься и говоришь, кто заберет у меня за 275 сделку, в которой вам нужно только 25 тысяч down. Все остальное это subject loan. И еще в сделке есть потенциально 25 тысяч equity. То есть, для любого желающего это вложи 25, получи 25 сверху. Ну, типа, один к одному прибыль. Нормальное соотношение. Для тебя это 25 к нулю. Вообще замечательное соотношение. Или второй вариант. Ты просто держишь этот дом для себя, помещаешь туда каких-то тенн-байеров, у вас нельзя делать на селер-финансирование, на wrap-around mortgage можешь продать, поставить его на маркет за 350 с пусть будет там 25 тысяч down и остальные 325 под 9,5% годовых на сколько-то лет амортизировано. Посчитаешь. То есть, твой кэшфлоу будет теперь идти. И у тебя получается ну, сразу ты какой-то чек получаешь в виде downpayment. Тебе по большому счету пофиг. Даже если они уйдут в дефолт, хрен с ним. Понимаешь? Ты уже получил чек. Но если они будут платить следующих несколько лет, тебе даже лучше. Если они уйдут в дефолт, допустим, через 3 года, а уже маркет цена дома 500 и они как бы съехали и испарились. А баланс mortgage остался там, не знаю, 150. Классно. у меня дом, в котором 350 тысяч я купил. У меня вопрос. Ты планируешь 4, 5, 6 августа в Пенсакова Флорида приехать на семинар? Да, конечно. Окей. Ты сам будешь или с кем? Вот мой бизнес-партнер, которым мы делаем именно форкложный аутрич, который в Калифорнии Сергей. Он, по-моему, тоже в вашей комьюнити. Хорошо. Напиши мне имена и фамилии латиницы, потому что мы бейджики будем заказывать и ваши бейджики будут вас на входе ждать. Да, хорошо, конечно, напишу. Окей. Очень здорово, что увидимся и познакомимся наконец. И смотри, на семинаре в Пенскоре будет очень много людей, которые уже прошли те вопросы, которые у тебя сейчас есть. и тебе нужно просто познакомиться, пообщаться вживую с как можно большим количеством людей. Ну, кроме того, что они есть также нетворк, который тоже ищет сделки. Потому что есть, например, у меня студенты, которые сами сделки не ищут, но они всегда готовы ремонтировать. У них там, допустим, бригада, 15 человек, они ремонтируют все, что только могут найти. И им самим некогда заниматься поиском сделок, но они будут счастливы, если ты им будешь присылать каждую неделю что-то, что они могут у тебя купить. Понимаешь? И ты можешь с ними делать joint-венджеры или им продавать, ну, там уже разберешься. Да, я помню, я с мамой тогда приезжал на метап к вам. В Тампе, да? Да, в Тампе. Все. Помню, помню. Ты подходил в первый день, мы чуть-чуть общались. Ну, не долго, одну минуту буквально. Да, спасибо вообще, Альберт, ну, и за наставники, за все вообще, что вы делаете. Да, на здоровье, мы только начали. Альберт. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok